Пропала моя дочь. Почему вы ее не ищете? Чего вы боитесь? Скомпрометировать расследование. Думаю, его ребенка я сделал только мне. Джеймс Морган Могил, Скользкий Джимми, Сол Гудман, Говард Тэмлин, Виктор Джин Таковик. Все эти персонажи – разные проявления одного человека. Как и у славы КПСС, каждое имя воплощает определенную личность со своими особенностями и целями, но контролирует все эти личности только один человек. Сол Гудман – мастер перевоплощений, обмана и махинаций. Он может разыграть любой спектакль ради достижения цели. В этом ему помогает знание лазеек в законах, а также понимание потребностей других людей. Однако по большей части перевоплощения, а точнее переходы из одной личности в другую, происходит не снаружи, а внутри, на уровне психики. И если махинации можно планировать и контролировать, то вот с внутренними изменениями все гораздо сложнее. Для того, чтобы осознать их, нужно обладать высоким уровнем осознанности. А это подвластно не всем. Сол Гудман – талантливый мошенник, который балансирует на грани между тьмой и светом и полностью переходит на сторону тьмы. В начале истории Джимми ищет себя, пытается заявить, что он достойная личность и профессионал. После череды событий он становится худшей версией скользкого Джимми – Солом Гудманом, но не бесповоротным. В конце, как известно, он возвращает себе свою истинную личность, но платит за это большую цену. Мы можем часто слышать фразы в духе «нужно научиться принимать себя и признавать свои ошибки». Но так ли это просто сделать? Ведь иногда мы предпочитаем забыть о проблеме, а не проанализировать ее. Попытки скрыть свои чувства приводят к отчуждению и одиночеству. При этом часто мы скрываем настоящие эмоции не столько от других, сколько от себя. А к чему это приводит, я расскажу на примере Джимми Могила. Кто же такой Сол Гудман? Ушлый и алчный адвокат без души и сердца или жертва обстоятельств? Почему Джимми часто переходит от одной личности к другой? Как это ему помогает и как вредит? Откуда у Джимми взялось желание воровать, обманывать и мухлевать? И что Джимми хотел этим сказать своему брату Чарльзу Могилу? Был ли Чак прав, когда говорил «Он не изменится?» Почему приемы и методы, которыми Сол в мастерске пользовался для достижения целей, были убедительны, но в итоге погубили его самого? Лучше звоните Солу, это объемное многосерийное произведение с многогранными персонажами. И нам предстоит много о чем поговорить. Сериал выходил с 2015 по 2022 год. Каждая серия наполнена не только сюжетными поворотами, но и множеством деталей и тонкостей, охватить которые не получится за один ролик. Поэтому я остановлюсь в этом выпуске на самых главных моментах с учетом тех деталей, которые останутся за кадром. При подготовке разбора была проведена большая работа. И я надеюсь на вашу поддержку этого ролика. Ведь анализировать такие объемные произведения не только сложная, но и ответственная задача. Поэтому поддержите видео любыми реакциями, которые посчитаете нужными. И давайте начнем. И что, понеслась, ребята? Понеслась. Винс Гиллиган и Питер Гулт приступили к созданию «Лучше звоните Соло» сразу после окончания «Во все тяжкие». Как и в жизни Соло Гудмана, многое из того, что они планировали, в итоге обернулось по-другому. Изначально они хотели сделать комедийный сериал. Но чем больше они погружались в жизнь Соло Гудмана, тем больше убеждались, что в его жизни не меньше драмы-трагедии, чем у персонажей «Во все тяжкие». Соло Гудмана вели в историю «Во все тяжкие» сначала всего на четыре эпизода для комического персонажа, который будет сбавлять градус напряжения. И это логично, ведь Боб, один керк, комедийный актер. Однако роль Соло Гудмана дала ему возможность раскрыть свой драматический потенциал, и создатели решили не исключать этого героя из повествования. Во все тяжкие Соло Гудмана — результат всех тех событий, которые с ним произошли до этого. Он ушлый, эгоистичный, жадный до денег. Боб, один керк, кстати, отмечал, что многим зрителям понравился Соло, так как он был наименее лицемерным из всех персонажей. Своей жадности и эгоистичности он абсолютно честен. Но как именно он таким стал? На этот вопрос и отвечают создатели. Но и здесь не все пошло по плану. Гиллиган и Гулд хотели как можно скорее добраться непосредственно до Соло Гудмана, ведь зрители ждали этого. Но когда они начали проживать жизнь в жиме могилы, они поняли, что не хотят, чтобы он стал Солом. Ведь это трагедия для него. «Поскольку шоу называется «Лучше звоните Соло», мы думали, что нам нужно быстро добраться до этого персонажа, иначе люди обвинят нас в ложной рекламе, приманке и подмене», сказал Гиллиган в интервью Rolling Stone в 2018 году. Но вот шел сезон за сезоном, и мы поняли, что не хотим добираться до Соло Гудмана. И в этом заключается трагедия. Так как мы уже знаем, какие герои есть во «Все тяжкие», а каких нет, то мы можем примерно предсказывать ход событий. Поэтому создателям гораздо больше внимания уделяет драматической составляющей и развитию отношений между героями, чтобы поддерживать постоянное напряжение. Сериал по визуальным решениям не уступает во «Все тяжкие». Сценарные решения также не оставляют зрителей равнодушным. «Лучше звоните Соло» и интересен тем, что там почти никогда не происходит то, что мы ожидаем. Мы следим за ходом событий и только потом понимаем, что это не то, о чем мы думали. Именно так скользкий Джимми поступал со своими жертвами. Как, например, четвертой серии первого сезона. Нам кажется, что Джимми дурит. Но потом мы видим, что весь этот спектакль разыграл он и его друг Марка. Авторы не просто заигрывают с нашими ожиданиями, но и меняют наше восприятие того или иного героя на протяжении развития истории. Один из ярких примеров — Говард Хэмлин. Вначале он казался, мягко говоря, неприятным и высокомерным человеком, особенно из-за того, как он относился к Джимми. «Извини, но нет. Я считаю, что Джимми должен просто взять гонорар, который можно и повысить. И не забывай, в конце процесса ты получишь очень приличную сумму. Легкие деньги. Нет смысла отказываться. Иди к черту, Говард». Но когда мы видим его мотивы и боль, которые он переживает, восприятие Говарда меняется, и совершенно незаслуженной кажется его травля и смерть. Главное место действия — суд и адвокатские конторы. И это лучшее место, чтобы задать зрителям вопросы. Что такое закон? Всегда ли закон справедлив, и всегда ли закон на стороне невиновных? Можно ли судить человека по его прошлым ошибкам и лишать шанса исправиться? И прежде всего, эти вопросы адресованы главному герою. Поступки Соло часто можно трактовать по-разному. Его можно как обвинить, так и оправдать. Модель развития арки героя такая же, как и во все тяжкие. Сначала мы видим хорошего человека, впрочем, не без грехов. Затем следим за тем, как он проходит путь морального разложения и саморазрушения. Герои приобретают внутренние стержни стилу, которые помогают добиться успеха и повысить свой статус в иерархии. Но на этом пути теряют близких людей и свою человечность. Концовка сериала вполне логичная. Соло каждый раз обходил законы, обыгрывал систему, буквально глумился над ней. И в конце стал ее законом-слугой. Но почему Джимми выбрал не 7, а 86 лет заключения? Ведь он мог и в этот раз практически избежать наказания. Но выбрал больше никогда не быть на свободе. И это очень не похоже на того Соло Гудмана, которого мы с вами знаем. Давайте поговорим про личность и характер Джимми Могила. Разберемся, что лежит в их основе. И попытаемся проанализировать, почему его сильные стороны помогают ему. И вместе с тем, создают в его жизни проблемы. Это поможет нам понять суть его превращения в Соло Гудмана. Ведь многие свои черты Джимми перенесет в образ Соло, но только в самом худшем их проявлении. В характере Джимми есть такие свойства, которые можно назвать базой его личности. Они оказывают влияние на то, как складываются отношения с людьми и его жизнь. И пусть вас не смущает, что это выдуманный персонаж. По ходу ролика я буду назвать эти свойства склонностями. Так как именно этот термин лучше всего подходит для описания этого явления. Для начала определим, что такое склонность. Склонность – это предрасположенность или естественная тенденция человека к определенным действиям или поведению. Склонность может быть обусловлена личными качествами, врожденными особенностями или воспитанием, опытом или внешними обстоятельствами. Также это стремление не только к результату, но и к самому процессу. Так как он связан с проживанием определенных эмоций. Всего у Джимми три основных склонности. Это склонность к режиссуре или постановке. Склонность к нарушению правил. И склонность к притворству, обману и мошенничеству. Посмотрим, как проявляется каждая из этих склонностей, какие черты характера Джимми она отражает и как они способствуют появлению Соло Гудмана. Сложно не заметить склонность Джимми к режиссуре своих рекламных роликов, которые стали вирусными не только во вселенной сериала, но и в интернете. Режиссур отражает энергичность и общительность с Джимми. Он легко взаимодействует с людьми. Ему комфортно быть в центре внимания. Он может найти общий язык с кем угодно. Хоть с пенсионерками, хоть с преступниками. Общительность и открытость помогают ему расширять сеть социальных связей. Знакомясь с самыми разными людьми, Джимми расширяет свое представление о том, какие у них могут быть мотивы и желания. И как с помощью этого знания можно оказывать на них влияние. Вам несут счет. Эй, стоять бояться. 24 бакса за несколько постных булочек. Похоже, вам приписали чего-то лишнего. То же самое случилось и с Сэнд Пайпер Кроссингом. Джимми легко генерирует новые идеи и видит возможности там, где другие видят проблемы. Слышь, брат, тебе надо свалить? Сколько готов за башля? Чё? Ты хотел продать то, что нельзя, тому, кто не должен был покупать. Ты осознанно запретил ему навестить больного ребенка. Если это неумышленное нанесение эмоционального вреда, то что? Отпусти моего друга навестить дочку в больнице и дай моей спине отдохнуть и зачисли наши часы. Он будто каждый раз бросает вызов самому себе и стремится найти нестандартное решение проблемы. Джимми всегда открыт экспериментом, что говорит о высоком уровне креативного мышления. Реклама, снятая Джимми, обычно агрессивна. В мире, где его пытаются подавить и не пускают в адвокатуру, Джимми хочет буквально кричать и заявлять о себе. Он срежиссировал падение человека с билборда, чтобы привлечь внимание прессы. Это он все подстроил? Джимми! Режиссура – это искусство манипуляции. Зритель видит лишь то, что на экране, но не знает, что осталось закатом. Событие должно казаться реальным, но не обязательно быть таковым. Режиссура роликов – это прямая иллюстрация расхожей американской фразы. «Fake it till you make it». Притворяйся, пока не получится. Нужно стать тем, кем ты хочешь стать, еще до того, как ты действительно им стал. Цель большинства рекламных роликов Джимми – сформировать доверие и показать себя надежным адвокатом. «Джимми Макгилл – адвокат, которому можно верить». Режиссура рекламных роликов постепенно превращается в режиссуру с жизнью – своей и чужой. Джимми сознательно допустил ошибку в документах, но сделал так, чтобы это выглядело как вина Чака. Не имея доказательств против Джимми, Чак в суде кажется сумасшедшим. «Я знаю, что он переставил цифры. Я не мог так ошибиться. Я просто не мог доказать». Джимми стремится управлять событиями своей жизни так, чтобы они были выгодны ему. Он часто репетирует речь, подбирая формулировки, как будто это реплики, которые нужно выучить перед выступлением. «Сюзанна, Сюзанна, думаю, у нас много общего. Сюзанна, думаю, у нас много общего». Чтобы срежиссировать желаемые события, Джимми сначала пишет сценарий, продумывает все этапы. Он делает несколько подготовленных шагов, где затем события развиваются как домино. Одно ведет к другому. Его знание человеческих мотивов помогает предсказывать реакции и исход событий. «Этот мужик реальный урод. Его надо сделать жестко. Начинай на него смотреть. Он сразу подумает, что тебе понравился. А я прикинусь пьяным, и он примет меня за лоха и решит тебя увезти». Зачем Джимми нужна вся эта режиссура? Почему он не может просто сказать, что ему можно верить? Есть две причины, как я вижу. Во-первых, люди больше верят поступкам, чем словам. Слова могут быть пустыми, а действия нет. Джимми это понимает, поэтому стремится показать действия. Во-вторых, Джимми нужно, чтобы его надежность подтверждали другие. Люди видят рекламу, а потом рассказывают друг другу, что Джимми могил хороший адвокат. Когда о нас говорят другие, это убедительнее, чем наши собственные слова. Поэтому эпизод с билбордом был для Джимми так важен. Он показал действия, подтверждающие его жертвенность. И добился, чтобы о нем писали. Формула действия плюс подтверждение со стороны – один из секретов его убедительности. Джимми не просто хочет достичь цели, он хочет сделать это быстро. Например, он подстроил остановку лифта, чтобы заставить прокурора быстрее принять решение по делам его клиентов. С вами приятно иметь дело. Скорость важна для Джимми, потому что она позволяет ему обслужить больше клиентов. Чем больше клиентов, тем быстрее, как на конвейере, распространяется информация о нем. Люди видят, что у Джимми много клиентов и воспринимают это как признак его профессионализма и компетентности. Это одна из многочисленных манипуляций Джимми, он создает впечатление повышенного спроса. Сначала Джимми ждал, когда к нему обратился бы хотя бы один клиент. Когда у Джимми уже появляется очередь из клиентов, это придает ему чувство важности и значимости. В постановке своей жизни Джимми заходил так далеко, что может даже режиссировать собственные чувства. Он может имитировать раскаяние, сожаление или безразличие, скрывая свои истинные эмоции. Джимми подделывает свои эмоции и не проживает их по-настоящему. Это ведет к неудовлетворенности и ухудшению отношений с другими людьми. Режиссируя рекламу, Джимми манипулирует зрителями. Режиссируя свои чувства, он манипулирует собой. Вторая ярко выраженная склонность Джимми – склонность к нарушению правил. В первой серии второго сезона Джимми перещелкивает выключатель, на котором написано «Никогда не выключать». После этого ничего не произошло. Но само действие показывает, что в глубине души Джимми укренилась склонность к нарушению правил. Он пытается подавить ее, но полностью избавиться от этого не может. Переключатель символизирует, как легко Джимми в будущем переключается между своей личностью и личностью Соло Гудмана. Когда Джимми сталкивается с каким-либо правилом, он предпочитает его игнорировать или обходить. Это связано с тем, что честный путь, когда он следовал правилам, часто не приносил нужного результата. Я считаю, что Джимми должен просто взять гонорар, который можно и повысить. Иди к черту, Говард. Возникает логичный вопрос. Почему Джимми вообще захотел стать адвокатом, если эта профессия требует строгого следования правилам и законам? К тому же на его пути было много препятствий и финансовых трудностей. А свои таланты он мог бы применить в любой другой сфере. Адвокат – одна из самых престижных и востребованных профессий в США. После череды жизненных ошибок Джимми хочет стать уважаемым и авторитетным человеком. Джимми вырос в тени старшего брата Чака – успешного и уважаемого адвоката. С детства он наблюдал за достижениями брата и, вероятно, стремился получить его одобрение. Работа в юридической сфере позволяет Джимми доказать свою ценность, особенно в глазах Чака – символа успеха и честности в профессии. Несмотря на усилия, Джимми часто сталкивается с непризнанием и пренебрежением, что усиливает его желание доказать свою значимость и реализовать амбиции вопреки мнению окружающих. Профессия адвоката дает ему драйв и адреналин. Он любит риск и сложные ситуации, где может проявить свой интеллект изобретательности. Эта роль позволяет ему влиять на жизнь людей, давая чувство значимости и удовлетворения, которое он не получил бы в других сферах. Желание показать свой потенциал перерастает в игнорирование потребностей окружающих. К тому же Джимми движет азар. Ему важен не только результат, но и процесс, ощущение игры. Да, с одной стороны он достаточно хорошо понимает чужие чувства и нужды, но с другой он нередко использует это знание для своей личной выгоды. Иными словами, он злоупотребляет тем доверием, которое ему оказывают. Глаза других это делает Джимми ненадежным человеком. Джимми переносит методы, которые он использовал, когда был мошенником, в адвокатскую среду. Идем, девочки. Стыдитесь. В нарушении правил есть чувство азарта и непредсказуемости. В момент успешного обмана Джимми испытывает эмоциональный подъем. Джимми нарушает правила не только для переживания положительных эмоций, это отражает желание Джимми отделиться. В начале пути он отчаянно ищет способы заявить о себе, показать, что он самостоятельная и независимая личность. Но он постоянно находится в тени своего брата. Если Чак соблюдает все правила и придерживается идеи, что закон важнее всего, Но я точно знаю, что закон слишком важен, чтобы с ним заигрывать. То в таком случае, чтобы отделиться от Чака и показать себя другой личностью, Джимми надо поступать ровно наоборот. Джимми нарушает правила, чтобы показать, что он может делать все по-своему и быть независимым. Но такой способ работать не очень хорошо. Сначала это помогает ему получить то, что он хочет, но с каждым разом, когда он нарушает правила, ему становится легче делать это снова. Со временем это кажется ему нормальным, и он начинает нарушать все более важные правила. Джимми обманывает сам себя, думая, что в его поступках нет ничего плохого. Вы проникли на запретную территорию путем обмана. Да подумайте же, ну, что мы сломали, а? Кому навредили? Кто пострадал? База же на месте, да? Наконец, третья склонность — это склонность к воровству, притворству и лжи. Джимми неловко говорить правду. Надеюсь, ты не голосом секс-робота звонил? Именно, с трубкой и всеми делами, что, видать, и напугало их до усрачки, и они сорвались. Что я бы отнес к неумышленным последствиям, но теперь ты мне веришь? Но когда он лжет, он буквально расцветает и может выдумать что угодно. Он снимал для него клипы. Какие клипы? Интимные, с художественной сутью. Вот они и лежали в том тайнике. Может показаться, что Джимми врет и ворует, потому что он таким родился. Возможно, это правда. У некоторых людей, которые склонны к обману и воровству, мозг может быть устроен немного иначе. Это значит, что иногда такая склонность может быть связана с биологией. В детстве Джимми впервые видел воровство и обман в магазине своего отца. Отец Джимми был очень добрым человеком. Он верил в добро и всегда был готов помочь другим. Но его доброта сделала его легкой мишенью для мошенников. Джимми видит, как наивность отца приводит к проблемам для их семьи. И это вызывает у него разочарование. Джимми начинает думать, что доброта приводит к потерям, а обман приносит выгоду. Он решает, что нельзя быть слабым, но можно использовать слабости других. Джимми часто занимался обманом, и чем больше он это делал, тем лучше у него это получалось. Со временем обман стал его главным навыком. Поэтому, когда Джимми нужно решить какую-то задачу, он сразу думает о нечестном пути. Его креативность и находчивость направляются на обман. Опыт учит Джимми, что лучший способ убедить кого-то – это хитрая и незаметная манипуляция. Но как он делает свою манипуляцию такой убедительной? В основе его метода – эмоциональная связь с собеседником. Джимми знает, что люди принимают решения не из-за мыслей, а из-за чувств. Он создает эту связь, понимая, чего человек хочет или боится. Это знание приходит с опытом. Например, общаясь с пожилыми людьми, он взывает их к чувству гордости. Ничто не гнетет меня больше, чем видеть, как людей великого поколения, таких как мои бабули с дедулей, обдирают какая-то крупная компания. Для Джимми, который становится соло, эмоции – это всего лишь инструмент для достижения цели. Он использует их в нужный момент, чтобы создать правильное впечатление и заставить человека принять решение, опираясь на чувства, а не на разум. «Не отворачивайся, я не знаю, не знаю, господи». Джин? Вспомните, как ловко Джимми вместе с Марко заставляют мужчине в баре купить монету стоимостью 50 центов за 100 долларов. В этой ситуации они манипулируют эмоциями мужчины, заставляя отключить разум и объективность. Джимми и Марко заигрывают с чувством превосходства этого мужчины. Он наблюдает за тем, как Джимми пытается впарить Марко обычную монету и думает, что он гораздо умнее их и не поведется на такой примитивный развод. Он не знает, что Джимми и Марко работают вместе, поэтому не видит всю картину. Чувство превосходства затмевает его разум и отключает критическое мышление. Когда Марко звонит эксперту по монетам и получает подтверждение, что монеты действительно ценны, мужчины начинают думать о возможной упущенной выгоде. Из высокомерного наблюдателя он превращается в активного участника процесса. Плачу наличкой 80 долларов. Вот, у меня есть 110 баксов. Продано. Нет, нет, нет. Он платит наличными. Не надо. Манипуляция Джимми удачна, потому что он дает жертве поверить, что она контролирует ситуацию, а сам выставляет себя слабым и немощным. Таким образом играет на чувстве мнимого контроля. Да чтоб тебе! В начале Джимми всего лишь хотел признания своих коллег и братом. Он стремился попасть в рук больших акул юриспруденции. Но они раз за разом отвергали его. Для Джимми это выглядело как постоянное стремление угодить, которое заканчивается отторжением. Это и породило желание обмануть, перехитрить и нарушить навязанные правила. Поскольку у него еще не было репутации надежного адвоката, он решил срежиссировать ее. Низкий уровень осознанности – ключевая черта его личности, которая сделала его соло. Джимми манипулировал многими, но больше всего он манипулировал собой. Он обманул себя, когда убедил, что смерть брата ничего для него не значит. С годами эти склонности превратились в устойчивый паттерн поведения, который привел к появлению соло Гудмана. Одним из тех, кто способствовал этому, был Чак, его брат. Но какие жизненные события и решения Джимми превратили его в соло Гудмана и к чему это привело? Чарльз Могилл – сложная личность. Его высокие принципы и ум сочетаются с глубокой уязвимостью и чувствительным эго. Чак отлично справляется с деловой коммуникацией и защитой клиентов. Но его эго мешает ему строить крепкие отношения с близкими, особенно с братом. Чтобы понять, насколько сильный его эго, в момент смерти матери, когда она просит позвать Джимми, Чак думает, что она хочет видеть только младшего сына. Он не видит, что мать просто хочет видеть обоих сыновей перед смертью. Эго мешает Чаку понятельно и с каждым годом усиливает его придиаться к брату. Чак не менее искусный манипулятор, чем Джимми. Он использует свою болезнь как рычаг давления, диктуя правила общения с ним не только Джимми, но и другим людям. Я больше не могу работать. В каком смысле? Да еще как можешь. Я ошибся. Где ошибся? Я сел в лужу, подвел клиента. Чак является старшим братом не только в прямом, но и в переносном смысле. Он будто всегда следит за каждым шагом Джимми и пытается контролировать его поведение. Гиперконтроль – отличительная черта Чака. Чак судит Джимми не по его достижениям, а по ошибкам прошлого. Несмотря на любовь к брату, Чак не может отпустить старые обиды и всегда ожидает от Джимми худшего. Это видно в сцене, где Чак сарказмом говорит. Нет, только не Джимми. Наш драгоценный Джимми. Джимми со своей стороны жаждет признания и уважения Чака. Но несмотря на помощь, Чак регулярно осыпает Джимми упреками. Он злопамятный и не умеет прощать. Заставляя думать, что одна ошибка определяет всю его личность. Он испражнился через люк машины. Поведение Чака по отношению к Джимми непоследовательное. Чак постоянно требует от Джимми измениться, но при этом сам становится препятствием для этого. Чак был тем человеком, который не пустил Джимми в ХХМ. Почему ты действуешь против меня, Чак? Если проанализировать поведение Джимми в отношениях с Чаком, становится ясно, что именно из-за Чака склонность Джимми к обману и мошенничеству изменилась. То, что начиналось как хитрый способ заработка, стало для Джимми способом психологической защиты. Почти каждый раз, когда возникал напряженный момент с Чаком, Джимми возвращается к личности скользкого Джимми и снова прибегает к мошенничеству. Ты не настоящий юрист. Я хочу, чтобы ты дал мне 100 долларов за монету на 800 долларов. После очередной ссоры с Чаком, Джимми переживает целый спектр разрушительных эмоций. Отчуждение, одиночество, вину, стыд, обиду и злость. Желание обмануть, солгать или сделать что-то неприятное другому человеку у Джимми усиливается после эмоционально напряженных событий. Это не единичный случай. Если какое-то поведение повторяется много раз, мы можем говорить о наличии паттерна. Этот порочный круг становится комфортным для Джимми способом забыть о том, что он на самом деле чувствует. Джимми несет с собой этот паттерн и через жизнь Соло Гудмана, и через жизнь Джина Таковика. Когда спустя много лет Ким звонит Джину и просит сдаться полиции, Джин внею, а позже Джин устраивает кражу со взломом. То, что Джимми делает по отношению к самому себе, часто можно назвать одним простым словом – самосаботаж. Это когда человек сам мешает себе достичь успеха из-за неосознанных привычек, реакций и способов общения. Например, он может откладывать дела или стремиться к идеалу, но в итоге не сделать ничего. Вспомните, как Джимми сам устроил все так, чтобы его уволили из Дэвис энд Мэйн. Хотя эта работа была для него очень важна. Чак был человеком, который постоянно обременял Джимми чувством вины. Даже после своей смерти Чак продолжает влиять на психику Джимми. Возможно, самоубийство Чака было последним шагом, который должен было заставить Джимми всегда чувствовать себя виноватым. Эта гипотеза подкрепляется тем, как Джимми проживает эту потерю. Джимми действительно причастен к смерти Чака, ведь он саботировал его страховку на случай ошибки. Этот фактор, а также увольнение из ХХМ подорвало и того нестабильное эмоциональное состояние Чака. После смерти Чака Джимми нужно прожить опыт потери и принять свою вину. Но его психика не может вынести этот груз. Вместо признания Джимми отрицает само наличие проблемы и возвращается в пороченный круг психологической защиты. Когда появился шанс свалить вину за смерть Чака на Говарда, Джимми воспользовался этой возможностью. Джимми убивает в себе последние остатки эмпатии и сострадания, которые в нем были. И это открывает дорогу к становлению Сола Гудмана. Говард сам убедил себя в том, что Говард виноват в смерти Чака, что усилило его ненависть к нему и оправдал в его глазах саботаж репутации Говарда. Можно по-разному интерпретировать, в какой именно момент умирает Джимми могила и рождается Сол Гудман, когда умирает Чак, когда Ким уходит от него. Или даже раньше, когда Джимми решает пойти против правил и выпить огуречной воды. В серии «Плутовство» Джимми выставляет Чака по смешищам перед судом и показывает, что у него психическое, а не физическое заболевание. Это событие символизирует отказ Джимми от всех обязательств перед Чаком, который он раньше сдерживал, даже когда Чак досаждал ему. Когда Джимми находит способ уйти из пожирающего чувства вины, когда решает перестать сопереживать и проявлять эмпатию, когда идет на опасные сделки с риском для жизни из-за больших денег, которые на время заглушают его душевное страдание, когда он вместо осмысления проблемы еще способ забыть о ней через мошенничество и обнан, когда он перестает анализировать, что чувствует, когда пользуется чужим доверием, когда, наконец, теряет всех людей, которые были ему дороги. Вот тогда он и становится тем Солом Гудманом, которого мы видели во все тяжко. Личный Соло Гудмана для Джимми символизирует отказ от любых обязательств, желание быстрой наживы, отсутствие рефлексии и осознанности, избегание чувств вины и последствий своих поступков. После событий во все тяжко, Сол снова трансформируется, на этот раз в Джина Таковика. Это важный этап, который помогает осознать Джимми, кто он на самом деле. Джимми Могил, Сол Гудман и Джин Таковик. Три разных стороны одного человека, каждый из которых отражает его поиск идентичности. У Джимми много положительных качеств. Он харизматичен, умеет быстро принимать решения стрессовых ситуаций и хорошо справляется с конфликтами в юридической сфере. Но ему не хватало одного – понимания самого себя. Он отлично разбирается в других людях, но плохо понимает собственные чувства и мотивации. А ведь знание себя – важный навык, который помогает эффективно общаться. Для развития коммуникативных навыков я создал пакет курсов искусства коммуникации, который состоит из шести шагов эффективной коммуникации. При прохождении курса вы можете развить уверенность в общении, управлять волнением в деловых и личных переговорах, понимать собственные эмоции, научиться управлять ими, чтобы сохранять спокойствие и рациональность в стрессовой либо какой-то другой волнительной ситуации. Этот курс поможет лучше понять себя, чтобы эффективно взаимодействовать с окружающими. Вдобавок к этому, в этом пакете курсов есть раздел «Введение конструктивных переговоров», в рамках которого вы научитесь находить и устранять преграды в коммуникации, чтобы достигать взаимопонимания и избегать конфликтов. Вы можете освоить навыки, которые точно пригодятся на всю жизнь. Если вы хотите узнать подробности, то переходите по ссылке в описании. А я вернусь к Солу Гудману. С ним мы еще не закончили. Сол Гудман – это более циничная и прагматичная версия Джимми. Он готов на все ради успеха и защиты своих клиентов, даже если это требует нарушения закона. Его главный принцип – результат любой ценой. И он не стесняется использовать грязные приемы. Сол видит мир через призму прибыли и выгоды. Он не просто адвокат, а бизнесмен, который создал свой бренд. Его рекламные ролики, маркетинговые стратегии привлекают клиентов, которые ищут юриста, готового на все. В отличие от Джимми, у Сола почти нет моральных дилемм. Он принимает свои методы и использует любые лазейки в законе. Деньги заполняют его душевную пустоту и компенсируют отсутствие крепких эмоциональных связей. Сол Гудман взял лучшее, что было у Джимми. Талант к переговорам, креативность, умение налаживать связи. Но полностью подавил в себе эмоции. Джин Таковик – это версия Сола, живущая в постоянном страхе. Джин очень осторожен, боится разоблачения, что делает его замкнутым и нервным. Он больше не стремится к успеху или признанию, а просто хочет выжить и остаться незамеченным. Его дни проходят в однообразной и умылой рутине, что резко контрастирует с его предыдущими жизнями. Когда он работает в Синабоне, он, по сути, уже находится в тюрьме. Его образ жизни в этом амплуа схож с такими же порядками. Становится ясно, что он жалеет о том, что выбрал преступный путь. Он хотел бы вернуться в то время, когда он еще работал в почтовом отделе, и сделать так, чтобы его жизнь сложилась по-другому. Он сожалеет о том, что так и не наладил отношения с браком. Джимми, если тебе не нравится, куда ты идешь, нет ничего постыдного в том, чтобы вернуться и сменить тропу. А ты когда-нибудь менял тропу? Когда Джина арестовывает полиция, лидирующая личность вновь становится ушлый адвокат Сол Гудман, клиентом которого является он сам. Сол играючи снижает свой срок заключения до смехотворных семи лет, что несоразмерно мало за те преступления, пособником которых он был. Это конкретный запрос? Ты смеешься, что ли? Дай вам хоть малейший шанс, сунете меня в какую-нибудь дыру на общий режим. Нет, нет, так мы не договоримся, дружок. Это, можно сказать, апогеи Солу Гудмана. Последний раз, когда Джимми осознанно перевоплощается в него, чтобы уйти от наказания настолько, насколько возможно. Однако в суде Джимми все же сознательно возвращает свое настоящее имя, признается во всех преступлениях и показывает искреннее раскаяние. Что же изменилось? Если бы в тот день он не пришел в мой офис, Уолтер Уайт был бы мертв. Или сел бы на нары через месяц. Джимми много лагал практически всю жизнь. Он соврал государству, когда спас Лало от тюрьмы. Он соврал Ким, когда сказал, что они не виноваты в смерти Говарда. Он соврал сам себе, когда убедил себя, что его действия не имели тяжелых последствий для него и окружающих. Я отменил его страховку на случай ошибки. Забрал единственное, чем он жил. Закон. После чего он покончил с собой. Постоянная ложь это тяжелое бремя, и Сол сбрасывает его с себя и становится собой. Меня зовут Макгил. Я Джеймс Макгил. В положении Джимми единственный способ получить то, чего он теперь действительно хочет, искупление. Это сесть в тюрьму. И Джимми принимает это решение. Быть Солом Гудманом значит быть трусом, который убегает от своих страхов, переживаний и последствий своих действий. Быть Джимми Макгилом значит признать и осознать свою причастность к смерти брата Говарда и ко всем преступлениям, связанных с Хайзенбергом. Когда Джин снова становится Солом, а затем Сол Джимми, он проходит путь осознания своей ответственности за то, как сложилась его жизнь. Джимми разрывает порочный круг психологической защиты и наконец принимает те чувства, которые подавлял многие годы. Обиду, боль, злость, вину и стыд. Он сожалеет, что не свернул с преступного пути. Он изменился. Джин был трусом, пытающимся избежать ответственности. Сол был мошенником, зарабатывающим на обмане. А Джимми, несмотря на все, был хорошим человеком, который однажды сделал неправильный выбор. Не знаю, как у вас, но у меня при просмотре «Лучше звоните Солу» было такое ощущение. Сначала хочется увидеть, как Джимми Макгил превращается в того самого Солу Гудмана. Ведь мы знаем, что это произойдет. Вопрос только в том, как и когда. Но к концу всей истории хочется, чтобы Джимми остался Джимми и не совершал непоправимых ошибок. Когда человек действует необдуманно, он совершает импульсивные поступки, которые могут привести к негативным последствиям. Джимми часто принимал решения на ходу, импровизировал, не задумываясь о том, что будет дальше. Это создавало опасные ситуации и конфликты, которых можно было бы избежать при более осознанном подходе. Не думаешь, надо клюнуть? Зависит. От чего? Наверное, от того, хочешь ли ты быть другом картеля или хочешь быть стукачем. Беспособности анализируют свои действия и их последствия. Человек не учится на ошибках и продолжает повторять деструктивные модели поведения. В случае Джимми его неспособность задуматься о своих чувствах и поступках привела к повторяющимся ошибкам, которые разрушали его личную и профессиональную жизнь. Джимми смог разорвать пороченный круг своих психологических защит только тогда, когда больше не было куда бежать. Постоянные необдуманные поступки могут привести к утрате чувства собственного я. Человек перестает понимать, кто он и чего хочет на самом деле. Двойная жизни Джимми Могила и Соло Гудмана привела к внутреннему конфликту и утрате его личности. Джимми был талантливым переговорщиком и продавцом. Он мог бы направить свои способности на развитие себя, а не на разрушение. Для этого нужно было сделать сложный шаг, осознать проблему раньше, а не избегать ее. И это дается далеко не просто и далеко не каждому. Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в дураках, не попадайте в просаг. А если будут проблемы, то лучше звоните Соло. Редактор субтитров А.Семкин